Итак, мы продолжаем. Мы сметали наше изделие. Здесь у нас проступают, конечно, домашние из футера брючки с резинкой, с толстенькой футер, тоже с начосом у нас, по-моему, да? Нет, выворачиваемся спинкой. Посмотрите, как сидит наше изделие. Как на спиночке выглядит это все, да? Поворачиваемся дальше. Как сбоку выглядит, что в районе бокового шва нет никаких косых заломов, что сам боковой шов идет вертикально вниз. Ну, а то, что вот у нас прибаночки оказались маловаты на эту одежду, то мы легко можем этот момент поправить. Например, вот что бы я сделала? Поверните справа боку ручку, вот так вот, держите, Наташа. Я бы сейчас вот так крестиками зачеркала, зачеркнула вот этот шов и сказала бы себе, что когда я буду строчить, мне нужно обязательно выпустить. Вот на мой вкус, если носить на такую одежду, которая есть внутри, этот жакетик, конечно, не надо было бы одевать на какой-то боди, да? Вот у нас сейчас боди, мы не можем снять. И за счет эффекта трения, кажется, конечно, и за счет того, что это все-таки занимает место, и брючки вот такие нам тесно, поэтому нужно выпустить. Но Наташа говорит, что она все это снимет, ей как раз будет хорошо, и выпускать она не хочет. Это ее право. Что мы делаем, когда примеряемся? Обязательно расправляем все припуски на какую-то одну сторону. Если длина нас устраивает, мы рисуем вот здесь такую меточку, что она нас устраивает. Теперь оценили положение по степени облегания, работаем с контурами. Посмотрели линию низа, договорились, какая нам нужна. Теперь обязательно отмечаем вырез горловинки. Если хотим сделать вот такой, значит рисуем такой. Если хотим сделать лодочку, рисуем лодочку, например. То есть это контуры, которые обязательно на примерке уточняются. Обязательно ставим ниточку, и потом запоминаем место, где должна быть пуговичка обязательно. И где последняя пуговичка должна быть, тоже ставим обязательно ниточку. Примерно соображаем, сколько пуговичек у нас будет. Раз, два, три, четыре, видимо пять и шесть, если это будет застежка доверху. Проработали край борта, проработали горловинку, работаем с проймой. Вот сейчас пройма, конечно, нам немножко тесновато. Я выбираю точку, когда мы уже одеты, откуда у меня будет начинаться мой рукавчик. И понимаю, что линия проймы здесь должна проходить. Ручку вот так свободно опускаем. Вот верхний уголок подмышечной впадины. Линия проймы всегда проходит через него. Вот так я корректирую пройму спереди. Немножко приподнимаю ручку, поворачиваясь чуть-чуть сбоку, да? Заглядываю туда и понимаю, где мне нужно внизу. Нужно углублять? Я вижу, что не нужно. Полтора сантиметра припуска, они вполне туда подойдут. То есть вниз я бы уже не трогала, но тем не менее я все равно ее обмеляю. Поворачиваемся спинкой, опускаем ручку, проверяем изделие со стороны спинки. Вот так вот, посмотрите, да? Вот верхний уголок подмышечной впадины со стороны спинки. Значит, я должна прийти в него, рисую пройм. Здесь ничего убирать вообще не надо, вот наших полтора сантиметра. Но рисовать все равно нужно. Подняли ручку и под рукой тоже вот так вот начертили. То есть мы обмерили проймочку все целиком. Мы уточнили ту линию, куда мы будем пришивать свой вточной рукавчик. И наступает примерочка рукава. Рукав всегда правый, с метом. Посадка вот тут вот по рукавчику, да? Низ не за метом. Если у изделия мы всегда за метом, потому что закалывать нужно видеть правильные пропорции, то рукавчик этого зауженного внизу делать не обязательно. Одеваем рукавчик, аккуратненько, опускаем ручку спокойно. Находим серединку, точку О, вот эту вот, да? Полтора сантиметра припуск. Загибаем эту рассечку, соединяем с плечевой нашей точечкой. Берем булавочку и прикалываем. Я никогда не вметываю рукава сразу. Загибаем полтора сантиметра и прикалываем их к уточненной линии проймы. Потому что сначала нужно подработать саму пройму. Вот это будет посадочка. Так, поворачиваемся спинкой, смотрим на спинку. И тоже припуск полтора сантиметра загибаем. И немножечко и прикалываем вот к этой уточненной линии проймы. Вот, здесь у нас будет немножко посадки. Ну, давайте четвертую булавочку я, конечно, уже не делаю. Но для вас я сегодня это сделаю. Вот этот кусочек тоже полтора сантиметра туда загнули. И к уточненной линии проймы вот так накололи. Вот так я смотрю на свой рукавчик. Посмотрите сбоку, как он лежит. Мы оцениваем, не широкий он или не узкий. Смотрим, какая тут ширина. Расправляем опять же вот этот припуск внизу. Так, поворачивайся снова. Вот туда чуть-чуть. Смотрите, расправили припуск у рукавчика в одну сторону. Я сейчас все вперед расправляю, чтобы он там не перекручивался. Опустили ручку. Вот так, да? И теперь подгибаем этот припуск. Думаем, находим нужную нам длину. Так. Вот так, например. И договариваемся сами с собой, какой длины мы будем делать. Как Наташа вам нужно? Так пойдет? Да? Ну вот. Значит, отмечаем вот здесь точечкой. Ну и еще, смотрите, вот мое наблюдение, да? Вот это у нас заломчики, они сутюжатся, когда мы будем обработку делать. Вот здесь ширина рукавчика меня устраивает. А внизу, мне кажется, он широковат. Как вы думаете? Я бы немножечко сделала внизу поуже. Если вы хотите сделать внизу поуже, тогда нужно на ребро вот так вот по шовчику оттянуть, да? И вот эту величину забрать. Вот я бы сантиметра полтора внизу забрала. И к логоточку бы я это расстояние на нет вышло. Вот здесь я уже забираю поменьше. И на уровне локтя я забирать не буду практически ничего. И вот так тремя булавочками я показала, что мне нужно вот в этом месте немножечко сделать поуже свой рукавчик. И все. Вот на этом я считаю, что наша примерочка с вами закончена. Если у нас будут какие-то кармашки, какие-то декоративные элементы, вы можете здесь все изобразить, и потом уже очень при осноровочке, очень аккуратно перенести это все на другую, на левую половинку. Все. Спасибо. 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 Спасибо.